Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня опять цветы, как всегда, но из совершенно нового для меня материала я попробовала, у меня получилось и хочу поделиться с вами, вот о каких цветах идет речь. Из проволоки и обычного лака. Очень боялась, что у меня не получится, оказалось это очень легко. У меня 4 миллиметра размер проволоки, вот она какая, тоненькая. Зачем именно такая тоненькая? Потому что вот эти изделия очень изящные и если проволока будет толстой, они получатся грубыми. Итак, нам нужно приблизительно сантиметров 20 проволоки, если мы хотим сделать 5 листиков. Берем обычный карандаш без граней и попробую, чтобы вам было хорошо видно. Итак, загибаем накрест, придерживаем ногтиком и вращаем. Раз, два, раз, два. Такое колечко получилось. От этого колечка по длинному хвостику отступаем чуть-чуть, загибаем. Опять накрест, придерживаем и вращаем. Раз, два. Второе колечко по длинному хвостику отступаем, ложим карандашик накрест, придерживаем ногтиком и вращаем опять. Раз, два. Вот у нас три. И сейчас будет последний. Длинный хвостик, ложим карандашик, загибаем и вращаем. Раз, два. Такие получилось 4 листика. Можно делать еще, здесь у нас 5 листиков. Кстати, вот этот промежуток зависит от того, сколько раз вы вращаете карандаш. Сейчас эти 5 попробуем с вами зарисовать. Для того, чтобы не капнуло нам прямо на стол, мы используем салфеточку или тряпочку, что вам удобнее. Обычный лак. Итак, у основания делаю такую капельку. И оттуда начинаю тянуть. Не всегда получается сразу. А вот сейчас получилось. Теперь опять, например, здесь прикладываем и как бы обволакиваем. Надеюсь, вам видно. Прикладываю у основания, у серединки и обволакиваю. У основания и тяну до краешка. И последний листик прикладываем у основания и тянем к краюшку. Вот такой у нас получился цветок. И такой цветочек я ставлю сохнуть. Втыкаю вот в обычную губочку. И ставлю, например, губку на батарейку. У нас получились вот такие цветочки. Для того, чтобы цветочек был красивее. Второй и третий слой можно нанести другого цвета, например. Или только по краешкам. Или только в центре. Вот как в этом цветочке. Второй и третий слой накладывается очень легко. В центр, друзья, я прикрепила вот такие самоклеящиеся стразики. Если вам захочется сделать какое-то изделие из таких цветочков, пишите мне и мы попробуем снять видео по сборке украшений. Вот и все, чем я хотела поделиться с вами. Надеюсь, вам понравились цветочки. И вы уже больше не боитесь делать такое. Лаки обычные, проволока обычная, усердие, терпение. Не пугайтесь, если с первого раза не вышло. Делайте второй, третий, четвертый. Именно так делала я. Итак, друзья, желаю вам успеха. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!